здравствуйте уважаемые зрители вы на канале дача супер главный герой сегодняшнего моего видео это топинамбур вот такой корнеплод земляная груша иначе его называют собирают их выкапывают весной вот мы тоже были на даче и выкопали знаю наверное ведро неожиданно для нас обычно у нас такие маленькие вот такие вот клады вот такие маленькие было не могу даже отломать в этом году просто такое что-то наросло фантастическое это очень полезный продукт его едят как в сыром виде так и в запеченном и у меня есть на канале салат из топинамбура по моему с морковкой редькой вкус у него такой немножко с ореховым таким привкусом немножко крахмальный он такой как картофель сырой картофель вот он тоже у него такой крахмалистый привкус но при этом он сладковатый ореховый ну еще раз повторюсь немножко крахмальный он вот так темнеет на срезе плоды помыты водой попробовали мы запекать его не очень нам понравилось такой сладковатый как картошка знаете когда она перемороженная такой сладковатый вкус получается запеченная этого этого продукта но вообще это очень полезная штука у него целый ряд полезных свойств он положительно влияет на пищеварительную систему способствует коррекции веса ну он очень очень низкая калорийность у него мы пособствует снижению веса повышает иммунитет организма улучшает кровообращение и кровотворение стимулирует укрепляет суставы улучшая состояние ткани и укрепляет стенки сосудов то есть миллион у него разных положительных положительных качеств и свойств и в общем я подумала как его сохранить вернее не подумала а стала искать каким же образом ну жалко мы выкопали а съесть мы его не сможем оказывается его можно высушить его можно высушить и измельчить в порошок и добавлять там в разные блюда и это очень полезный продукт кстати при сахарном диабете он с легким таким сахароснижающим эффектом и обеспечивает ну замедление всасывания углеводов в кровь ну то есть миллион у него всяких полезных свойств очень богат клетчаткой различными волокнами все это все это понятно так значит сейчас что я буду делать сейчас я буду его нарезать для того чтобы сушить обычными такими колечками пластинками у меня есть сушка в принципе можно высушить на воздухе либо в духовке для того чтобы впоследствии его использовать в качестве добавки к блюдам еще в этом корнеплоде в земляной груши будем называть так много кремния то тоже очень полезный микроэлемент для организма начинаю нарезать топинамбур можно не чистить и порезать прямо вот кольцами я только срежу этот срез который потемнел вот так он выглядит внутри я увидела ну я сама не знала этот способ можно просто вот так нарезать и посушить либо почистить от кожуры нем такая кожура как у молодой картошки такая очень-очень тоненькая просто срезать вот так тонко естественно можно почистить и без кожуры засушить сейчас я наверно почищу и потом нарежу колечками ну чистить конечно работы побольше чем просто нарезать но можно чистить так особо не заморачиваясь не до идеального состояния просто срезать лишнее ну вот так и такими колечками нарезаю разрезе на банан чем похоже почистила так они даже похожи на картошку когда в почищенном виде и все вот так вот нарезаю толщиной это два три миллиметра все выкладываю в сушилку выключай нарезаем сложила топинамбур вот так получилось целая сушилка пять ярусов вот так в общем разложила ставлю сушиться 70 градусов ставлю максимальная максимальная температура и оставляю сколько будет сушиться я пока не знаю скажу уже когда высох не должно высохнуть на сухарик то есть вся влага должна уйти потому что потом я буду это измельчать в кофемолке включаю топинамбур высох я выключаю сушилку вот так он уменьшился в размерах очень сильно раза в два сухие но не все сухие но хотела показать что они сухие вот сухие практически половина из них сухие поэтому я уже их собираю сушки но они сохли часов наверное 10 где-то так сухие собираю те что еще недостаточно высохли я их еще продолжу сушить до сухариков топинамбур полностью высох теперь я его буду измельчать в кофемолке у меня было практически пол ведра этих корнеплодов и пол и вот такое количество получилось после того как это все высохло тут уже ничего сложного кладу в кофемолку и измельчаю до порошочка вот такой получается порошочек он немножко сладковатый топинамбур содержит природный инулин который способствует насущение организма энергией как глюкоза но при этом здесь глюкоза минимальное количество то есть не перегружается организм глюкозой пересыпаю в баночку такую приправу можно добавлять салаты в первые блюда я думаю что в тесто такой сладковатый вкус тогда можно меньше сахара например добавлять по 1 2 чайные ложечки но предварительно лучше проверить чтобы не было никаких отрицательных последствий вдруг какая-то аллергия или что-то такое но аллергии на топинамбур в общем то не бывает на этом все спасибо за внимание всего доброго до свидания